Приходит к тебе инвеста и говорит, что мне делать, у меня нет жениха. Я говорю, я найду вам жениха, это ранний маркетинг. Это будет стоить еще 50 тысяч. Самая частая проблема инвесты, которая ко мне приходит, она уже купила платье, уже купила. А платье тебе не нравится? Я не знаю, но скорее всего, просто в состоянии эйфории, радости, она бежит в первый выпавшийся магазин, и первый выпавшийся продавец говорит, девушка, это лучшее платье. Вы знаете, до вас померило 10 человек, никому оно не подходило, а вот именно вам. Я понимаю, для кого это платье. Шейлепс. У меня есть предпочтение очень простое. Я люблю платья, в которых невеста может ходить, сидеть, вылезать из машины туда и обратно, без потусторонней помощи, без помощи ее жениха, родных, близких. Особенно интересно, когда у невесты огромный шлейф или подол, или как это называется, фата пятиметровая на улице, например, Октябрь месяц, огромные лужи, и к концу нашей прогулки все это добро в таком комочке аккуратно лежит под столом у невесты и оставляет за собой такой влажный шлейф по банкетному салону. Прима в том, что сказка это прекрасно. Все мы хотим быть принцессами, ну, я понимаю, но мы в таких платьях не ходили ни разу. Ну, по крайней мере, нужно где-то потренироваться. Конечно, это как инструмент, которым ты никогда не работал. Конечно. И вот очень часто платье становится препятствием тому, чтобы человек мог раскрыться на этой свадьбе. То есть, у меня был такой случай. Дима, у тебя такие живые, красивые, эмоциональные фотографии. Давай сделаем такие же мне на свадьбу. У меня одна проблема, я в этом платье ходить не могу. Окей.